Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Как это звучит-то? На недвижимость, налог на имущество физических лиц, на недвижимость, использующуюся в коммерческой деятельности. Честно говоря, в налогах уже запутались. Областное правительство что-то там то повышает, то не повышает. Городская дума что-то повышает, что-то не повышает. Есть коммерческая и офисная недвижимость. Есть, оказывается, недвижимость, принадлежащая частным лицам, которые тоже используются в коммерческих целях. В общем, как-то бы в этом не утонуть. Давайте постараемся разобраться совместно. Речь идет о торговой и офисной недвижимости, а также недвижимости, используемой для размещения заведения общественного питания. Некоторое время назад налоговым кодексом Российской Федерации данные виды недвижимости были выделены в отдельную категорию, которая облагается налогом, исходя из кадастровой стоимости. История эта возникла порядка пяти лет назад. До этого все налогообложение проводилось, исходя из балансовой стоимости имущества, что, в общем, не отражало реальную рыночную его стоимость. И было принято общефедеральное решение о том, что постепенно налогообложение недвижимости будет происходить, исходя из кадастровой стоимости. Первым делом это ввели в отношение как раз торговой и офисной недвижимости. Вообще, изначально история касалась только Москвы и Санкт-Петербурга, потому что по этим городам было большое количество прецедентов, когда крупные объекты недвижимости были оформлены на физических лиц, еще и пользующихся различными льготами. И, условно говоря, крупнейшие ТРЦ Москвы площадью десятки тысяч квадратных метров платили достаточно небольшие деньги, что не устраивало органы власти. Но в процессе принятия данного законодательства его действие было распространено на территорию всей Российской Федерации. Соответственно, регионы получили право установления ставок налоговых на данную категорию недвижимости и получили право также проведения кадастровой оценки. Поэтому, действительно, в этом мы, скажем так, этой темой в ТПП занимаемся с момента ее возникновения, там, пять лет назад. И должен сказать, что нам, в отличие от подавляющего большинства других регионов, здесь удавалось находить компромиссы, конструктивный такой диалог с законодательной и исполнительной властью. Напомню, что на протяжении четырех лет ставка налога на данный вид недвижимости была установлена в размере одного процента, хотя практически все регионы ПФО и Российской Федерации уже подняли ставку до максимальных двух процентов. В этом году мы также в взаимодействии с исполнительной властью, законодательным собранием, все-таки добились того, что повышение ставки будет происходить постепенно. График этот зафиксирован, не одномоментно, как это предполагалось, а постепенно. Единственное, что очень резко произошло снижение отсечки по площадям, в отношении которых распространяется этот налог. Если до 2019 года включительно налогом облагались здания и помещения в зданиях площадью 1000 квадратных метров, то теперь эта отсечка снижена до 0 квадратных метров в городе Кирове и 200 метров в районах области. Соответственно, по городу Кирова все имущества, торгово-офисные помещения и здания и заведения общепита будут облагаться налогом, исходя из кадастровой стоимости. А теперь вопрос. Есть разница между объектами недвижимости, которые зарегистрированы, принадлежат юридическим лицам и физическим лицам? Да, есть разница. Если в отношении юридических лиц налогообложение регулируется на региональном уровне... То есть это правительство области? Правительство области вносит законопроект, законодательное собрание его, собственно говоря, принимает или не принимает, рассматривает. И на региональном уровне это решение состоялось на заседании в сентябре. Были внесены изменения в региональный закон о налоге на имущество. Ставка зафиксирована в размере 1,2% в отношении 2020 года, 1,6% 21% и 2% 22%. Не исключаю, что мы можем вернуться к пересмотру этих ставок еще в следующем году, потому что пока спрогнозировать тот объем расширения налогооблагаемой базы, который произойдет благодаря снижению площади с тысячи метров до ноля, очень сложно. Потому что если до текущего года количество таких объектов составляло порядка 1800, потому что формируется... Таких объектов, это объектов, которые облагались. Такие, которые облагались налогом, исходя из кадастровой стоимости. То с учетом снижения ставки по оценкам имущества, количество таких объектов будет порядка 16 тысяч. То есть на порядок возрастает. А если мы добавим к этому еще и изменение кадастровой стоимости, переоценка, которая была проведена опять же в этом году и вступит в действие с 2020 года, ну, налогооблагаемая база, по нашим оценкам, должна расшириться существенно. То есть, может быть, не будет необходимости повышать еще с одного и двух выше или нет? Я думаю, что это надо будет действительно проанализировать, потому что, ну, должен сказать, что мы вообще как сообщество и объединение предпринимателей в нынешней экономической ситуации выступаем против того или иного повышения налогов или неналоговых сборов. Объясняем мы это и мы аргументируем двумя основными причинами. Первое, это то, что экономическая деятельность сейчас явно находится в достаточно сложном состоянии, положении. Снижаются реальные располагаемые доходы граждан. Как вы об этом аккуратно и вежливо говорите? Ну, я говорю об этом некими такими стандартными, может быть, формулировками, но за ними скрывается хорошее четкое понимание ситуации. Мы знаем, что снижается трафик в торговых помещениях, мы знаем, что снижается средний чек, мы знаем четко, что снижается, и это официально признана покупательская способность населения. Соответственно, говорить о какой-то там повышающейся доходности, которая может позволить повышать и налогообложение, не приходится. Это первый момент в такой экономической ситуации повышать налоги, с учетом того, что в 2019 году произошло повышение ставки НДС, произошло серьезное увеличение сборов за утилизацию ТКО и целый ряд других нововведений. С учетом того, что произошла переоценка самой кадастровой стоимости и по целому ряду объектов она возросла, на наш взгляд повышение налогов точно не будет стимулировать развитие предпринимательства, а скорее будет дестимулировать. Ну и второй очень серьезный аргумент, на который мы, конечно, на региональном уровне понимаем, что не получим ответа, но через свои ресурсы пытаемся его все-таки транслировать и задавать на федеральный уровень. При существующем профиците федерального бюджета, исчисляющемся триллионами за полгода, два с половиной триллиона, по-моему, профицит бюджета, какова необходимость повышения налогов и дестимулирования экономики, нам не очень понятно. Поэтому, выступая против повышения налогов, но ведя конструктивный диалог, мы считаем, что все-таки принятое ступенчатое повышение ставки это лучше, нежели чем было бы принято резкое сразу в два раза. И здесь мы считаем, что все-таки некий компромисс был найден, потому что мы понимаем, что правительство области находится еще и под давлением федерального Минфина, который рассматривает сниженные ставки налогов, не повышенные до максимальных, как некие предоставления льгот. А следовательно, мы можем лишиться поступления денег из Москвы. Да, определенного объема финансирования из Москвы, потому что они рассуждают так, ну, раз вы даете льготы своим налогоплательщикам, значит, деньги вам не очень нужны. Значит, хорошо живете, да. Поэтому, ну, и мы вам тогда будем меньше помогать. Мы оцениваем в данном случае всю совокупность факторов. И в том, что касается, уже переходя к вопросу, рассматривавшемуся на Гордуме, мы тоже должны здесь понимать, что речь идет не только о фактическом повышении или не повышении налога. Речь идет о, в целом, некой предпринимательской среде, которая существует в городе и в регионе. И вопрос, вынесенный на Гордуму, собственно говоря, заключался в том, чтобы выровнять ставку налогообложения физических лиц со ставкой налогообложения юридических лиц, которая уже принята. Именно поэтому вы, вот, просто СМИ сообщали, что вы поддерживали это решение. Мы выступили в данном случае не столько в поддержку повышения налогообложения, сколько в формировании единых, общеприменимых правил игры. И если уже на региональном уровне ставка для юридических лиц была повышена, то мы, конечно, не очень понимаем, почему в данном вопросе может существовать неравные условия ведения коммерческой деятельности. Потому что это еще худшим образом будет влиять на экономику, когда одни субъекты находятся в более привилегированных условиях, остальные в менее привилегированных. Это получается, что государства или муниципальные органы власти, региональные в данном случае не обеспечивают даже равных условий конкуренции. А нет ощущения, что юридические лица это все-таки, ну, какие-то, я не знаю, там, компании, у которых больше возможностей, больше прибыли, а физические лица это вот, ну, не знаю, какой-нибудь индивидуальный предприниматель, владелец 50 метров каких-нибудь там или 100, или 200. Анна, вот здесь, опять же, это такое... Заблуждение? ...поверхностное представление. Потому что если мы с вами заглянем внутрь структуры расходов юридических и физических лиц, мы будем понимать, что общий налоговый или объем налоговых платежей и неналоговых платежей, которые уплачивают юридические лица, общий объем административного контроля за их деятельностью значительно выше, нежели чем за физическими лицами. То есть им и так достается? Физические лица в большей степени имеют право использования упрощенных систем налогообложения, либо вообще ЕНВД. Юридические лица в этом смысле и так несут достаточно высокую налоговую нагрузку. Ну, если брать в общем, да, там не по каким-то частным случаям. Поэтому здесь, ну, для нас было принципиально важным представить позицию не с точки зрения там повышения или не повышения налога, а с точки зрения формирования равной конкурентной среды. Вот на этом предложении мы точку поставим, точнее, запятую и уйдем на перерыв, полуминутный вернемся. Андрей Юсенко, вице-президент Виатской торгово-промышленной палаты в нашей студии. Мы говорим о несостоявшемся повышении ставки налога на имущество физических лиц, имущество, которое используется в коммерческих целях. Решение было принято городской думой 30 октября. Точнее, не принято решение о повышении, да, то есть оставлено пока все на прежних уровнях. И Андрей Юсенко объясняет собственную позицию, да, почему, может быть, там некоторые представители нашего делового сообщества выступали за то, чтобы все-таки ставку с одного процента поднять до одного и двух. Да? Еще раз повторюсь, Анна, мы выступали за выравнивание условий ведения коммерческой деятельности. Конечно, мы были бы рады, если бы на региональном уровне ставка была ставлена на уровне 1%, тогда не возникало бы вопросов. Но у нас, наша позиция заключалась в том, что условия ведения коммерческой деятельности для всех ее субъектов должны быть одинаковые. Так, хорошо. Вот тут... И ведь очень важно обратить еще внимание на еще один момент. Я говорил об этом на заседании Городской думы и, собственно говоря, адресовался к тем депутатам, которые достаточно так активно высказывались по данному вопросу. Я очень выразил некое сожаление по поводу того, что их позиция не была сформулирована до того, как вопрос рассматривался на уровне региональном. И на уровне внесения изменений в законодательство относительно снижения площадей, на которые это налогообложение распространяется. Потому что мы понимаем, что снижение с тысячи до нуля включило в эту процедуру налогообложения большое количество ровно тех помещений, которые расположены в городе. Торговых и офисных. Это все первые этажи, которые были переведены в нежилые. Выкупленные квартиры когда-то, да? Да. Это небольшие какие-то центры или точки концентрации торгового офисного помещения. Кусочек какой-нибудь где-то, да. И здесь необходимо говорить вот о чем. Дело в том, что в соответствии с этим решением о снижении площади все эти объекты будут включены в реестр в перечень объектов, подлежащих налогообложению. И впервые получат сам налог на имущество. В принципе. Потому что до этого у них его не было, если они действовали на упрощенных, на особых режимах налогообложения. А мы можем сказать... УСМ или ЕНВД. А каких примерно суммах идет речь? Ну вот взять усредненный какой-нибудь, не знаю, там 100 метров или 200 метров. Ну, давайте постараемся посчитать. Значит, если мы исходим из того, что средняя стоимость квадратного метра недвижимости по кадастровой оценке в Кирове колебалась от 30 до 40 тысяч, возьмем 35 в среднем. 100 квадратных метров на 35 тысяч рублей это 3,5 миллиона. Соответственно, налог... Ну, 1% это, собственно, вот эти самые 35 тысяч, по-моему, и есть. Мы их умножали на 100, да? Ну, по факту, да. Ну, то есть, получается, 35 тысяч в год? 35 тысяч в год, да. Да. 35 тысяч в год, которые... Ну, надо просто понимать, что это налог, который до этого те, кто находится на упрощенных системах налогообложения, вообще не платили. И в этом смысле мы пытались одновременно с предложением относительно постепенного повышения ставок, мы пытались предложить депутатам законодательного собрания такое же, только в обратном порядке, снижение количества площадей. Не с 1000 до 0 сразу, а, например, там, 20-й год с 1000 до 500 метров, потом до 200, ну, потом, может быть, до 0, а может быть, остановиться на 200. Потому что мы понимаем как раз, вот здесь мы разделяем в полной мере озабоченность депутатов городской думы с точки зрения вот этого небольшого частного бизнеса, который там на площадях до 200 квадратных метров осуществляет свою деятельность, и для которого этот налог станет, а, новым, и он с ним столкнется уже в следующем году, б, он получит, как правило, по небольшим объектам произошел как раз рост кадастровой стоимости, соответственно, она возросла, и там может быть стоимость быть не 35 тысяч за квадрат, до 50 уже, это уже несколько другие цифры, и вот здесь, если бы совместно с депутатами городской думы, а вы помните, мы поднимали этот вопрос даже в этой студии еще летом, если бы мы нашли, пришли к некой координации деятельности и сформулировали это в качестве позиции в законодательном собрании, я правильно понимаю, что никто из депутатов не вышел на Вятскую торговую промышленную палату? На тот момент нет. Тогда нет. На тот момент нет. Поэтому, возможно, к этому разговору стоит вернуться на следующий налоговый период, провести работу с законодательным собранием, с депутатами, с органами исполнительной власти для того, чтобы отрегулировать, потому что, еще раз повторюсь, Кому провести работу? Мы эту работу будем вести в любом случае торгово-промышленная палата. А с той стороны тоже должна быть какая-то инициатива, нет? Да. Если депутаты городской думы заинтересованы в том, чтобы действительно формировать комфортную, приемлемую среду для ведения бизнеса в городе, такими вопросами надо заниматься на упреждение до того, как они уже приняты. Андрей Леонидович, а возможно отыграть назад? Ну, то есть, вот сейчас расширили до ноля, снизили площади, да, те, которые будут облагаться налогом, а отыграть обратно это можно или нет? Чисто технически, несомненно, можно, потому что это точно так же вносится изменениями в действующее законодательство. То есть, год посмотрели, поняли, что очень тяжело, нагрузка на бизнес, неподъемная. Да, я считаю, что 2020 год будет стоять серьезная задача анализа, собственно говоря, происходящего с точки зрения влияния на действующий бизнес вот этих налоговых ставок и ограничений по площадям. Так, еще чуть-чуть о налогах. Я правильно понимаю, что, ну, вот вы позицию объяснили Вятской торгово-промышленной палаты, как вы относитесь к заявлениям ряда депутатов, ну, вот, в частности, Юрий Львович Шлеминзон у нас рассказывался в этой студии, о том, что ставку поднимать надо было с процента до процента и двух, но не потому, чтобы унифицировать, он не так это объяснял, а потому, что, ну, городу нужны дополнительные средства на развитие города, на какие-то проекты инфраструктурные, социальные и прочее, прочее, прочее. Ну, здесь самим депутатам, конечно, виднее, потому, что они погружены в бюджетный процесс муниципальный, видят необходимые расходные статьи. Наверное, надо сказать, что есть резервы для повышения эффективности деятельности города и, там, в том числе, принятые кадровые решения на том же заседании города, мы, собственно говоря, на это ориентированы, да, потому, что путь повышения налогов для исполнения каких-либо там социально-культурно-образовательных программ, это путь экстенсивный, и он тупиковый все равно, потому что нельзя постоянно повышать налоги для того, чтобы там тратить больше денег на социальную сферу. Ну, или давайте как-то совместно, да, работать. Если вы тут повышаете, то вы где-нибудь там ужмитесь, пожалуйста, да, или как-то более грамотно распределяете. Ну, эффективность расходования бюджетных средств, конечно, вызывает вопрос. И это вопрос, который мы тоже в бизнес-сообществе видим давно и постоянно. Бизнес, наверное, с большим желанием и с большей готовностью выплачивал бы налоги, если бы видел, как эффективнее и... Если бы понимал, куда эти деньги идут. Куда идут и как идут, да. что мы помним эту историю с очень яркими примерами, когда вводилось, собственно говоря, налогообложение по кадастровой стоимости. У бизнеса тогда были там, грубо говоря, два вопроса. Первый, если вы считаете, что мое имущество столько стоит, ну, вы купите у меня его, я готов его продать. Прямо завтра? Да. А то вы его оценили, вы решили, что оно столько стоит, но его у меня за эти деньги никто не купит. Я напомню, там были прецеденты, которые сейчас урегулированы, но когда метр квадратный торговых площадей в Котельниче там оценивался дороже, чем метр торговых площадей в ЦУМе в городе Кирове. Понятно, что это были перекосы, но они были для бизнеса очень показательны. Это первое. Второе, что называлось в те же самые времена, и этот вопрос до сих пор существует и стоит. Когда у полковников различных силовых структур находят по 12 миллиардов рублей там наличными домами... Это не в Кирове, это не в Кирове, подождите. Не в Кирове, но налоги-то мы платим в различные уровни бюджета. Ну да, я согласна. У нас вызывают вопросы, собственно говоря, куда идут налоги бизнеса. Туда вот по квартирам как бы распределяются или как Сердюковым в свое время там. То есть, вот туда бизнес точно не готов платить налоги и не хочет. А если это на пользу и на благое дело, тогда готовность будет выше. Этим надо постоянно заниматься и резерв здесь, несомненно, очень большой еще. Кадровым изменениям в городской администрации мы сейчас тогда обратимся, раз уж вы об этом заговорили. Сразу три человека новых у нас пришли. На должность заместителя главы администрации по вопросу муниципальной собственности и инвестиций назначен Аслан Розаев, до этого руководивший центральным рынком. Непродолжительное время, не очень продолжительное. Вадим Токарев, который работал в областном министерстве имущественных отношений и инвестиционной политики, будет сейчас занимать должность начальника департамента муниципальной собственности. И Елена Гущина, которая была заместителем начальника экономического управления, собственно, согласована на должность начальника экономического управления администрации города. Три человека. Ну, смотрите, это практически такая экономическая вертикаль внутри администрации, да, то есть там профильный зам департамент управления имущества и управления экономики. Ну, с точки зрения персоналий, насколько там я знаю ситуацию, господину Розаеву действительно за непродолжительное время, но определенный порядок на центральном рынке навести удалось. Он представил эту информацию депутатам, собственно говоря, относительно роста доходности этого муниципального предприятия, которое в три раза возросло там за время руководства, да, относительно порядка, который был наведен, и поэтому, ну, я там близко лично не знаком, но с точки зрения там результатов деятельности, в общем, как бы, ну, оцениваю положительно это решение, особенно если это, как и было заявлено, профильный заместитель главы администрации по инвестиционной деятельности, да, то есть вот по этой теме. Единственное, что очень хотелось бы отметить, и на что обратить внимание, может быть, дело в том, что мы как-то привыкли вот рассматривать инвестиции только как некий внешний приток там денежных средств или производства, когда со стороны кто-то приходит. Огромный резерв для развития инвестиций находится внутри муниципального образования или региона. Вот сейчас мы попробуем найти эти деньги после небольшой рекламной паузы. Особое мнение на 101FM Андрей Ивсенко, в нашей студии вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Мы продолжаем инвестиции. Это не только деньги извне, это деньги, которые можно найти внутри. Да, мне бы очень хотелось, чтобы и на региональном, и на муниципальном уровне мы рассматривали как потенциальных инвесторов, не только тех, кто извне региона хочет что-то инвестировать, а в первую очередь обратили внимание на наши собственные предприятия, которые зачастую, имея желание вложить средства в свое дальнейшее развитие, в расширение производства, в создание рабочих мест, сталкиваются с серьезными административными сложностями, в том, что касается земли, подключения, чего-либо еще. Это такие же деньги, которые либо будут инвестированы здесь, в Кировской области, либо эти предприятия найдут варианты инвестирования вне региона. Но это наши уже предприятия, с которыми гораздо проще и эффективнее выстраивать взаимоотношения. Во-первых. Во-вторых, по отношению к внутренним инвесторам внешние судят о том, каков инвестиционный климат. В бизнес-среде достаточно быстро распространяется информация, особенно негативная. Если внешний инвестор сталкивается с информацией о том, что местные ничего решить не могут, то и он серьезно задумается о том, надо ли это ему, тем более, что мы существуем в очень серьезной конкуренции с другими регионами. С соседними? С любыми. С любыми? Инвестор сейчас рассматривает массу предложений о тех площадках, которые есть. И льготное налогообложение, и подключение сетей за счет региона. Масса преференций, которые могут регионы предложить. Богатые регионы могут предложить больше. Небогатые регионы могут предложить меньше. И станут еще менее богатыми. И станут еще менее богатыми. К сожалению, это вопрос, который стратегически сформулирован на федеральном уровне, конкуренция регионов, но мы должны понимать, что мы в ней существуем. Поэтому те кадровые назначения, которые состоялись, очень бы хотелось, чтобы они привели к некому усилению, компетентностному, ресурсному этого направления работы в городской администрации. Потому что, будем смотреть правде в глаза, с точки зрения привлечения инвестиций, развития экономики, управления муниципальной собственностью, вопросов гораздо больше, чем ответов. Результатов еще меньше, чем ответов. Управление экономики по факту занималось, на мой взгляд, только какими-то статистическими обработкой данных, не выполняя функцию какого-либо развития экономики в регионе. по муниципальной собственности даже после несколько последних заседаний Гордумы очень явно поставили вопрос о том, что порядка там точно нет. Такое ощущение, что вообще место проклятое. Извините. Я бы так не сказал. И мне кажется, что это направление в рамках городской администрации было, что называется, так незаслуженно забыто. Потому что может показаться с одной стороны, что у них не так много полномочий и возможностей и ресурсов. Достаточно серьезные ресурсы сосредоточены на региональном уровне. Но я вам совершенно точно могу сказать, что на уровне города, на уровне муниципального образования очень много зависит от личностных позиций, от внутренних позиций тех людей, которые за это отвечают. Если замглавы администрации будет готов и открыт к диалогу, к взаимодействию, к решению конкретных проблем, потому что это кажется нам, что вот огромное количество предпринимателей, как им всем помочь, а это количество складывается из отдельных предпринимателей и вопроса помощи каждому из них, содействия каждому из них. И если работа этого... Слушайте, это если с каждым предпринимателем заниматься, это никакого времени рабочего не хватит на это. Анна, вот опять же, это мы... Делегируйте полномочия. Нет, это мы рассуждаем вот так как-то... Абстрактно. Да, абстрактно и общо. А если вы, например, посмотрите в разрезе субъектов малого и среднего предпринимательства статистику на сайте налоговые, то вы обнаружите, что средних предприятий в Кировской области менее 200. А, ну... Среднее предприятие это, ну, такое крепкое, устойчивое предприятие с оборотом до 2 миллиардов рублей. Так вот, меньше 200. А содействие этому предприятию, например, в расширении его производства может сразу значительно отразиться на экономических показателях деятельности региона или там муниципалитета. Поэтому не надо так бояться того, что их очень много и я потрачу на это время. Их не так много тех, с кем надо начать. А изменения вводимые не в виде индивидуальных преференций, а изменения, если они будут вноситься как изменения условий ведения бизнеса, они будут распространяться и действовать на все предпринимательские субъекты. Даже на те, кто не пришел на личный прием, да? Конечно. Так, у нас совсем мало времени остается, но я все-таки хотела бы, чтобы вы прокомментировали еще одну информацию, которая тоже прозвучала, как я понимаю, на заседании Гордумы. Это история с предложением ряда депутатов привести в наш регион нового поставщика топлива. Ну, собственно, о чем говорится? Да, говорится о том, что у нас здесь монополия компании Лукоил, да, и, соответственно, компания Лукоил диктует цены, и это, собственно, не новости, не секреты, мы все смотрим там информацию, в том числе какие-то статистические выкладки на профильных сайтах, да, где говорится, что бензин в Кировской области там чуть ли не самый дорогой в ПФО, и точно там дороже, чем во многих других куда более обеспеченных и богатых регионах. Как вы оцениваете и вообще, насколько реально это все? Я что хоть должен сказать? Работайте, работайте, товарищи, да? Нет, нет, смотрите, ну, конечно, работайте, но я бы конкретизировал. Ну, во-первых, я рад, что в данном случае депутаты Городской думы поддерживают наш тезис о равной конкурентной среде приведения бизнеса, которым мы аргументировали там нашу позицию по первому вопросу, да? Действительно, конкурентная среда там этому способствует. Второе, ну, невозможно сейчас взять и в административном режиме привезти сюда Роснефть там или там ТНК, там, да? Так не делается уже там не 90-е годы, когда можно кому-то что-то приказать. Ведь все имеет экономическую целесообразность. Поэтому для того, чтобы вести об этом разговоры и, собственно говоря, там, вот как раз переходя к вопросу там о городском имуществе, об управлении, для того, чтобы даже начинать об этом переговоры с кем-то из ВИНКов, надо сформировать реестр там площадок, на которых эти АЗС можно разместить. Потому что я вас вот совершенно точно могу сказать, одна из основных проблем инвестиционной привлекательности там муниципального образования города Киров это отсутствие свободных площадей, земель для размещения. Если мы готовы там сформировать в пределах города, условно говоря, там, десяток таких площадок для размещения АЗС, подключить область и сказать, что вот еще вам еще 30 площадок, то тогда уже можно выходить на эти компании и говорить... С конкретным предложением? Да, мы готовы предложить вам там 50 точек для АЗС, давайте там будем проговаривать график их открытия, насколько вам это интересно. Это чья задача? Все-таки городской администрации? Или депутатов, которые предложили? Ну, смотрите, у нас по сути депутаты в определенном смысле могут ставить задачи городской администрации с точки зрения развития города, муниципального образования. Конечно, здесь задача совместная с областью, потому что только в один город вимки заходить не будут, их интересует, естественно, территория всего региона. А дальше задача как раз собственно говоря, городской администрации, в том числе управления имуществом, вообще понимать те ресурсы, которыми город владеет с точки зрения земельных участков, свободных площадей, трудовых ресурсов. Потому что в качестве примера могу вам привести состоявшиеся пару лет назад переговоры с одной из деревообрабатывающих компаний, турецкой Костомону, которая в набережных Челнах в Татарстане имеет свое крупное производство. Они рассматривали Кировскую область для размещения, ну, по крайней мере, промежуточной производственной площадки, потому что они перерабатывают низкосортную древесину, у нас ее много. Когда мы приехали к ним с этим предложением, речь шла, по-моему, об площадке в Амутнинске еще в одном из районов. Они сразу сказали, мы Кировскую область знаем, если мы будем рассматривать вопросы размещения площадки, она должна быть в радиусе 30 километров от города Кирова, потому что в других муниципалитетах мы не найдем рабочую силу. Все было сразу сказано четко, и понятно. Потому что у них есть проблемы с этим даже в Татарстане, и они говорят, в Кирове, в Кировской области только в пределах 30 километров от города, чтобы мы могли привезти сотрудников. в муниципалитетах мы не найдем. Это Слободской и Юрья, это самое далекое, что может быть только, да? Я думаю, что даже ближе они готовы были посмотреть. Вот четкая позиция инвестора, и он готов тогда разговаривать. К сожалению, до сих пор инвестору таких площадок не предложили, и переговоры... И Костомону не у нас. И Костомону не у нас. Поэтому предложения депутатов замечательные и хорошие, но от предложения надо переходить к конкретике. Четыре минуты остается до конца программы. И две темы, которые мы с вами должны обсудить с вами, как уже человеком в другой постасе, членом Общественной Палаты России и Общественной Палаты Кировской области, Гражданский форум завершился, и форум сообщества завершился в Москве практически сразу после Гражданского форума. Давайте выберем одну. Я предлагаю все-таки сообщество, потому что про Гражданский форум в регионе больше известно. Форум сообщества это итоговый форум Общественной Палаты России. В течение года проводятся форумы в округах федеральных, тематические. На итоговом форуме сообщества эта вся информация обобщается. В этом году форум был посвящен, скажем так, основной его красной линией это была реализация нацпроектов и, собственно говоря, позиция Общественной Палаты России, позиция третьего сектора в отношении хода реализации этих нацпроектов, предложения по этому поводу. В этом году от Общественной Палаты Кировской области впервые на форум была сформирована полноценная делегация. У вас много, много, я смотрю, там ездил несколько... Ну, шесть человек было от Кировской области. Благодаря этому мы смогли охватить гораздо большее количество секций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь залов было, я смотрю, еще, наверное, где-нибудь. Да, одновременно работали. Я выступал на двух секциях. Это была секция по общественному контролю. Мы по этой теме являемся одним из лидеров России. В этот раз мы представили результаты общественного контроля в сфере формирования тарифов на коммунальные услуги. То, чего в регионах вообще никто никогда не делал. Озвученные результаты всех, так мягко говоря, впечатлили. Все просили методику там осуществления этой работы. Потому что, напомню, когда у нас рабочая группа по тарифам отработала, мы обнаружили, что кроме того, что уплачиваем мы с вами в виде квитанции, которые нам приходят, предприятие, система ЖКХ получает ежегодно еще порядка четырех миллиардов рублей из бюджета в виде тех или иных средств, что, собственно говоря, оплачиваем тоже мы с вами из своих налогов. Ну, практически, да. И, конечно, такие выводы привели наших коллег в большое удивление. И сейчас они поехали к себе и у себя тоже посчитают. Да, и мы договорились, что в 2020 году мы обобщим эту информацию, постараемся по регионам, чтобы понимать, что называется масштаб в размерах всей страны. Также была очень интересная и полезная секция по муниципальным общественным советам. Я напомню, что мы там себе задачу в Общественной Палате региона поставили в этом созыве, собственно говоря, запустить этот процесс формирования общественных советов при муниципалитетах. Для нас это очень важное направление, потому что у нас так исторически там активность концентрируется в областном центре, но, собственно говоря, там регион большой, вопросов много, и этот формат необходимо использовать также и в муниципалитетах. Поэтому мы этой работой занимаемся, до конца этого года несколько общественных советов будут созданы, поэтому здесь мы практику хорошую посмотрели. Есть регионы, где в каждом муниципалитете есть общественная палата. Да ладно? Да, есть такие регионы. Это где? Это Московская область. Ну ладно, там есть еще ряд регионов. Мы здесь занимаем позицию, что общественная палата региона должна быть, а в муниципалитетах общественный совет. Была очень интересная секция по социальному предпринимательству. 15 минут. 15 секунд. То, что появилось. Но в любом случае форум сообщества он сконцентрирует то, что обсуждалось в течение года и позволяет очень четко эту сконцентрированную информацию получить. Поэтому для нас это было очень полезно. Большой объем общения. И мы договорились в 2020 году в Кировской области провести форум Приволжского округа по общественному контролю. То есть форум ПФО по общественному контролю пройдет в Кирове? Да, потому что мы лидеры в этом смысле. Мы молодцы. Благодарю Андрею Усенко, вице-президент Авиатской торгово-промышленной палаты, члены Общественной палаты России и Кировской области. Особое мнение на этом завершается. До свидания. Особое мнение на 101FM